С 1 января 2020 года помимо четырех стартовых территорий в Челябинской области и 18 регионов страны начал действовать специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Больше он известен как закон о самозанятых. Как будет работать нововведение, мы пообщаемся и узнаем у нашего гостя. У нас в студии Евгений Ермоленко, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области. Евгений Александрович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что повлекут за собой нововведение в законодательстве? Законодательством вводится в действие новый налоговый режим, налог на профессиональный доход. Это доход, получаемый от деятельности, который хозяйствующие субъекты ведут самостоятельно, не имея при этом работодателя и не имея наемных работников. Если говорить проще, это просто вот у меня есть какое-то небольшое свое дело, и я его, собственно, реализую с помощью вот этого... Именно так. Именно такой системы. А какие вот еще категории относятся к самозанятому? Самозанятые могут стать как физлица, так и ИП, то есть при соответствии определенным критериям, которые прописаны в законе, субъекты могут перейти на новый налоговый режим, при выполнении всех условий находиться, собственно, на новой системе и уплачивать налог на профессиональный доход. А какие ставки предусматривает вот этот вот самый налог на самозанятость, как говорится? Новым налоговым режимом предусмотрены две ставки. 4% при оказании услуг физлицам и 6% при оказании услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 4-6%? И эта сумма взымается от общего оборота или каким-то образом? Да, сумма взымается от оборота, то есть самозанятый оформляет чек при проведении операции, и вся сумма дохода учитывается при расчете налога. А вот вы как считаете, что стоит ли становиться самозанятым? Это было ли какие-то преимущества для граждан? Определенно стоит. У налогового режима есть много преимуществ. Но самое первое из них, мы уже отметили, это низкие ставки, 4-6% по сравнению с другими режимами. То есть это самое главное преимущество? Главное преимущество, да. Стать самозанятым очень легко. Достаточно скачать приложение на свой смартфон, потратить две минуты, и вы уже можете вести деятельность абсолютно легально. Так сказать, выйти из тени. Самозанятым не нужно вести бухучет, не нужно сдавать некие декларации, не нужно рассчитывать сумму налога. То есть вся деятельность осуществляется в мобильном приложении, налог рассчитывается автоматически в приложении, и уплатить его также можно в приложении. Самозанятые получают легальный статус, конкретные преимущества определенные. Самозанятые получают возможность подтвердить свой доход. Например, при оформлении кредитов банки, либо визы для выезда за дурбеж. То есть в приложении можно сделать справку, где либо подтвердить свой статус постановки на учет в качестве самозанятого, либо подтвердить сумму своего дохода за определенный период. Это может быть справка по типу 2НДФЛ, такого же формата? В принципе, смысл такой же. Формат, естественно, чуть-чуть отличается. Справка имеет определенную юридическую силу, подписывается официальной электронной подписью ФНС, и может быть отправлена электронно либо в банк, либо еще куда-то. А вы сказали по поводу индивидуальных предпринимателей, собственно, что они могут перейти на эту систему налогообложения. Именно так. То есть при соблюдении условий для перехода на этот спецрежим индивидуальные предприниматели могут встать на учет в качестве самозанятого, но при этом им в течение месяца необходимо будет направить в налоговую службу уведомления о завершении деятельности на других спецрежимах. То есть совмещать спецрежимы индивидуальным предпринимателям нельзя в этом случае. Иными словами, индивидуальный предприниматель перестает быть индивидуальным предпринимателем и становится просто самозанятым. Нет, статус индивидуального предпринимателя он как таковой не утрачивает, он просто прекращает деятельность на других спецрежимах. Он ведет деятельность, и все доходы его облагаются налогом на профессиональный доход, то есть без учета других спецрежимов. Вы можете вкратце прямо сейчас сказать, какие же условия должны быть для перехода индивидуального предпринимателя на вот эту самозанятость? У индивидуального предпринимателя отсутствует работодатель, нет наемных работников, годовой оборот не превышает 2 миллиона 400 тысяч, плюс его виды деятельности подпадают под виды деятельности, прописанные в законе. То есть есть определенные ограничения, нельзя... Тут самый АКВЭД, да, по-моему, как это называется? Да, то есть определенные виды деятельности, например, продажа под акцизных товаров, либо перепродажа товаров, то есть перечень закреплен законом, и если ИП осуществляет деятельность в соответствии с этим перечнем, он, к сожалению, самозанятым стать в этом случае не может. Я перед эфиром думала, что это очень такая сложная тема, и я... спасибо большое, что вы нам помогли разобраться, а теперь мы знаем, что нужно, чтобы стать самозанятым, нужно сочетать приложение, очень легко в нем зарегистрироваться и получать просто удовольствие, так как я понимаю. От своей профессиональной деятельности. Да, от профессиональной деятельности. Спасибо вам большое, что просветили нас. В этой студии с нами Евгений Ермоленко, начальник отдела работы с налогоплательщиками ОФНС России по Челябинской области.